Здравствуйте, во время чтения мантры. Можно в наушниках слушать музыку или что-либо другое? Мантры это своего рода, вот как это все устроено. Существует Нобелевский лауреат по фамилии Пригожин Илья. Он в 1986 году получил Нобелевскую премию за определенную работу. Она называется, называется она как-то диспо, этот процесс, который он там описывается, называется диспо, диспо, диспроцессином, как-то так. Ну, одним словом. В чем его особенность? Он там говорит о том, как происходят все события в этом мире. Он говорит о том, что события вне человеческой структуры, вне биологической структуры, по идее, настроены на то, что эти события происходят стихийно. То есть появляется ветер, появляется солнце и так далее. И вот эти события, которые происходят, они упорядочиваются. И он доказал, почему это возможно. При этом человеческую, любую биологическую структуру он предложил воспринимать как модель, двигающаяся к саморазрушению или к разрушению. В чем доказательство? Человек рожден и он, в конце концов, умрет. То есть можно сказать, что каждая биологическая модель создана с целью разрушиться в конце. И после этого он сказал, что эта модель, которая в конце разрушится, она энтропическая. То есть она к энтропии приводит. А там, где уже существует энтропия, то есть вне человеческого существа, энтропия движется к порядку. То есть она обязательно создает упорядоченную модель. Таким образом, энтропический или разрушительный человек, он коммуницирует со внешним миром. И доказал это в виде математической формули. К чему я это говорю? В тот момент, когда человек произносит вслух определенные мантры и вкладывает чувства в эти мантры, то он создает из процесса энтропии, которая есть вне его, создает процесс порядка. А слог в этом случае участвует. Может ли что-либо улучшить эту модель? Может чувство человека. Если читать и чувствовать, то процесс формирования порядка в энтропии, энтропия это разрушение, период в создавании порядка, то есть событие, которое будет для вас посвящено, произойдет быстрее. Если это делать без чувств, то тогда событие не произойдет быстрее, а скорее всего растянется во времени. Ответ такой. В случае, если вы читаете мантру и при этом слушаете музыку, то тогда вы не чувствуете. Вы свои чувства тогда посвящаете либо музыке, либо чему-либо еще. Таким образом отодвигаете от себя процесс действия мантры. Почему мантра? Мантра создает процесс через работу под сознанием. Объясню почему. Когда человек произносит скорую, когда человек произносит, допустим, какую-нибудь молитву, я хочу, чтобы у меня было, Боже, дай мне, чтобы в моей жизни было счастье и так далее. Вот эти вот все компоненты, которые он говорит, они являются лингвистическими для человека. Но у нас же есть мозг, и у нас есть душа, и есть тело. Наш мозг, он с нашим телом, как сказал Зигмунд Фрейд, соединен через элемент подсознания, то есть подсознательные процессы происходят. И когда человек, допустим, произносит лингвистически что-то, Господи, дай мне то-то, 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 его подсознание и его сознание не верит в то, что это может произойти. Оно не может в это поверить. Почему? Потому что для того, чтобы поверить, надо определенное состояние. О нем, кстати, тоже рассказывают очень часто. Это состояние альфа или состояние полутранса, или состояние такого гипнотического, гипнотической модели сознания. Когда человек расслаблен, не думает ни о чем, при этом чувствует, что скоро с ним что-то произойдет, это лучшие модели для создания своей мечты или создания своего желания. Но, когда мы лингвистически произносим что-то, это может столкнуться с нашим сознанием, и наше сознание синаптическое, оно может столкнуться, допустим, с нами образованным семантическим ядром, нашей жизнью. То есть мы знаем, что мы не будем очень богаты, мы знаем, что нам, скорее всего, с молодым, красивым и богатым жить не будем. Мы, скорее всего, думаем, что мы недостойны для того, чтобы у нас был большой дом и была своя яхта. Как это мы заработаем? И после этого человек говорит, вот я хочу много денег, пусть мне в жизни везет, пусть я буду здоровый. Вы будете здоровы, а мозг ваш считает, что 3000 врачей, которые вас на протяжении жизни осматривали, они все сказали, что вы здоровыми никогда не будете, у вас есть инвалидность. Что угодно можете говорить своему мозгу и как угодно можете молиться Богу, не произойдет излечение. Именно поэтому существуют и молитвы. Почему молитвы сложные? Молитвы сложные, потому что там ни о чем не говорится. Да воскреснет Бог, расточатся в разе, Его бегут от лица, Его ненавидящие, Его яки исчезают, дым да исчезнет перед лицом огня, да исчезнут духи и так далее. То есть о чем здесь говорится? Говорится о том, что можно вылечиться от духов. Или говорится, ну именно вот такая аббревиатура, она и влияет. Почему молитвы действуют и мантры действуют? Как это устроено? Это устроено по принципу того, что Бог вначале, ну кто верит в религии Бога, не являясь атеистом, Бог вначале создал слог, или добыло слово, помните? Это в Ветхом Завете написано, или в Библии. Там было сказано, и сначала был день, потом была ночь, а потом было слово. Вот это слово было, на каком языке, зайчики? На каком оно языке было слово? Не написано, что оно было на санскрите, или оно было на идиши, или оно было на еврите. Там же не написано. И что это было за слово? Скорее всего, это был какой-то определенный звук. Если прислушаться, то все есть звуки. На слово одно мы реагируем нервно, на другое слово, наоборот, позитивно. Многие слова, они связаны с программами, от некоторых слов бросает в пот, от некоторых непреодолимая улыбка. Так действует поэзия, и литература, и художественная. Знаете, как Гринуй в свое время искал запах, который сделает людей счастливыми. Так, наверное, каждый пиит, ищет, наверное, свои слова, которые могут добраться до сердца. Я читал, кстати, такие ужасные произведения, после которых прямо хотелось найти того человека, кто это написал, и сделать с ним гадость. И второе, я читал такие произведения в своей жизни художественные, после которых хотелось летать. Так, как и музыка. Знаете, при одной музыке крылья вырастают, а с другой хочется в ад упасть. Так в жизни устроено у людей точно так же. Одни слова, которые мы используем, или слога, которые мы используем, могут поднимать, а другие слога или соединения могут казнить. Так, наверное, и создавались вот эти вот слога, которые, как ни странно, воздействуют на людей. Я по этому поводу, кстати, создал семинар. Исследуя огромное количество логорифмов, исследуя огромное количество лингвистических компонентов из разных языков, я выделил компоненты, которые во всех языках что-то обозначают. Таким образом, у меня произошло соединение и объединение этих компонентов в мой семинар, который называется Слага Мага, где можно сложить или придумать свою мантру или свои слога, и это мегаэффективно работает. Но это еще не все. К каждому слогу есть еще и определенный символ. И соединяя символ в свою мандалу или в свой символ, можете запрограммировать богатство для себя, мудрость для себя, создать логотип своей компании или каким-либо образом воздействовать тайные слога, исполняющие желания, лечащие человека, делающие жизнь прекрасной и так далее. Данный семинар так и называется построение слогов или построение символов и знаков или символа третьей части или вторая, вторая часть семинара построения «Тайные слогомага». Он, по-моему, так и называется. Кстати, можете обратиться к операторам, приобрести для себя